Друзья, добрый день всем. Меня зовут Андрей Гавриков, я генеральный директор маркетинга группы Комплекты. И сегодня Олег просил меня рассказать про наш опыт фонетизации паронов маркетинга, про то, как это делается в сложных моделях с B2B, с B2C, чем мы, собственно говоря, сегодня и займемся. План у нас какой? Мы с вами сначала разберем кейс, как это выстраивалось в наших условиях российской реальности, то есть какие-то мистические кейсы западные, там Coca-Cola, MetaNom, что-то еще там они сделали в Германии и США. Посмотрим, как это реально российская компания, которая производит стройматериалы, как она это использует на практике у себя. Потом с вами поговорим про алгоритм, как самостоятельно ручками это все можно сделать, плюс в конце я дам чек-лист, как можно использовать инструменты на каждом шаге клиентского пути. И ссылка на материалы для самостоятельного изучения внутри всего этого дела самостоятельно. Я думаю, прекрасно понимаем, что за час учиться делать это реально. То есть моя задача – внести для вас скелет этой информации и чтобы вы сами решили потом, будете вы это делать или нет. У меня два основных проекта, в которых я уже 10 лет генеральный директор маркетинговой группы комплета. Мы работаем в основном с производителями, с B2B-компаниями. Последние пять лет в основном это компании с дилерскими сетями. У них самая сложная история с маркетингом, потому что розничные точки, B2B-продажа, работа с дилерами, там очень много еще нужно автоматизировать, выстраивать. Второй проект – это хобби. У нас центр онлайн-обучения, мы представители Норландской институты маркетинговой России, которые мы обучаем, сертифицируем маркетологов. По основному бизнесу, как я сказал, мы работаем очень плотно именно с B2B-компанией. И приходя в каждый бизнес, у нас есть определенный этап, период, когда мы начинаем изучать, какая же проблема сейчас с компанией, что мешает им развиваться. И вот в девяти компаниях из десяти мы видим одну и ту же историю. Отдел продаж приносит основные деньги компании, руководитель, владелец собственных бизнеса ходит и есть отдел продаж. И, собственно говоря, маркетологи говорят, нет, неправда. Мы приносим деньги, а отдел продаж – это такое дополнительное звено, которое конвертирует эти заявки. И говорят, вот, мы вам сгенерили столько-то заявок, вот иди и продавай. Получают эти заявки в отделе продаж, продаж мало. Отдел продаж говорит, да вы сами дайте плохие лиды, да все очень плохо, да все ненормально, маркетинг у нас плохой, у нас плохие буклеты, брошюры, продукты, все совершенно ужасно. По факту, почему это происходит? Потому что собственник бизнеса зачастую выстраивает всю историю, разделенную по сегментам, и нет человека, который отвечает за весь клиентский путь. То есть на Западе маркетолог, он отвечает за весь сквозной процесс, который происходит. У нас маркетолог – это такой человек, который вот отвечает, ну, ты приведи клиентов, а дальше отдел продаж разберется, а дальше отдел аккаунт-менеджеров доведет, разберется, что надо делать. И по факту, для того, чтобы маркетолог мог выполнять какие-то свои KPI по развитию вообще, в целом бизнеса, да, серьезно, его нужно допускать на каждый шаг из этой воронки продаж, он должен погружаться в каждый из этих процессов. Ну и вот, собственно говоря, что происходит, когда маркетолог туда ездит, да, он в эту воронку продаж погружается. И начинается вот этот, знаете, холивар. Продавцы кричат на маркетологов, маркетологи на продавцов, руководители с одной стороны. Ему это нравится, потому что у них стоят всякие KPI, и каждый пытается доказать, что он лучше. Но по факту, ни к чему хорошему это не приводит. В долгосрочной перспективе бизнес начинает проседать. Стали думать, а что сделать, как там выстроить синергию, да, с помощью современных инструментов, как сделать счастливыми продавцов и маркетологов, чтобы была гармония, счастье, как вот эти вот все зрения заавтоматизировать. Стали думать, маркетологи. Маркетологов у нас гигантское количество инструментов. Ну вот реально мы сегодня там поговорим, что в 30 я там чек-лист дам, но это тоже маленькая часть всего лишь будет от того, что есть. То есть сколько методик, сколько конференций, сколько всего. И с чем мы сталкиваемся с вами, да, когда мы продавцы с LZ. То есть, ну вот, что нам предлагает CRM-система, тренинги, но это в последнее время появилась история там с электронными коммерческими предложениями. Все, то есть это весь инструментарий, который дает продавцам, остальное давайте договаривайтесь. Вы думали, думали, тут нас осенило. Ага, а что если взять вот эти вот инструменты, собственно говоря, маркетологов и попробовать переложить их на процесс продаж, когда уже коммуникация с клиентом происходит, чтобы клиенту показывать не ту рекламу, которая у всех подряд идет, да, то есть вот раз мы настроили объявление, и вне зависимости от той стати, на которой клиент находится, ему показывается реклама, а показывать конкретно ту ситуацию, которую он сейчас хочет получить. То есть, ну, мы, да, там, кто путешествовал, не знаю, там, был в Египте, в любой восточной стране, выходя на восточный базар, все на тебя напрыгивает и не отпускает. Тебе там не нужны все, нет, тебе ничего не надо, там, ты пришел себе мандолин купить. Но тебе будут продавать все подряд. Так же реклама это в интернете выглядит. Поэтому мы решили завязать в механике продаж и маркетинга в единую систему. И стали разбираться, стали оцифровывать воронки продаж клиентские, которые по проекту у нас были. И оказалось замечательно, что такой термин, как воронка, который красиво рисуют на конференциях всяких разных учебников, ее, в принципе, не существует. Потому что есть разный уровень спроса, и мы можем на разном уровне спроса с помощью разных инструментов опять же людей в эту воронку запихивать. И где-то эта воронка сужается, где-то она расширяется. То есть прямо такой ровной штуки нет. Получается что-то типа на скатнику, я не знаю, в продаж. И проблема вся в чем? То есть вот когда мы получаем клиента на какую-то стадию воронки продаж, зачастую это выглядит так. Клиент холодный, не готовый сейчас к покупке, приобретению еще. То есть за мне интересно с ним работать. Эта заявка сливается. Проходит месяц, два, три, полгода и уходит. То есть нужно как-то автоматизировать процесс, чтобы вот эти вот заявочки, которые к нам пришли, заинтересованные клиенты попали в плодородную почву, и наша задача ухаживать за ними, чтобы они выращивались. То есть мы продумали концепцию фермерского подхода к продажам, как мы ее назвали. Сейчас рассмотрим кейс, и потом я расскажу по шагам, как всю эту историю сделать. Здравствуйте. Значит, смотрите, есть российская компания, производитель отделочных материалов, в данном случае Аземсайзинг. Есть вот эта компания, клиент, мифический зовут его Ефим. У Ефима есть загородный дом, купил он у себя. И он думает, какой материал выбрать ему для отделки дома. Что происходит? Классический сценарий. Ефим заходит в Яндекс, в Google поисковую систему вводит запрос, чем облицевать дом. Ну, к примеру, да, рассматривает разные варианты, которые есть. Что происходит дальше? То есть Ефим потом приходит на следующий день домой, имея с другой стороны маркетолога Владимира, который говорит, надо что делать с тем человеком, который искал в интернете, продукт похожий на наш, нужно замучить его рекламой. И бедный Ефим каждый день начинает видеть рекламу с финиловым сайтом. То есть он не говорил, что ему нужен сайтом. Ни в коем случае. Он искал вообще информацию просто. У него не сформированный спрос. Он знает, что ему еще нужно. Он просто ищет этот продукт. Но мы начинаем бегать за ним с этой вот ретаргетингом, тухом в лоб. Что происходит дальше? Проходит несколько лет, Владимир повзрослел, умнел и понял, что клиентов так вот давить нельзя. Это ни к чему хорошему не приведет. Кто дозревает, нужно один контент давать, одни инструменты по своему коммуникацию выстраивать. Кто не созрел, другие и так далее. И он берет, начинает раскладывать покупку по шагам. То есть в каждом бизнесе это есть. Больше, меньше цикл, неважно. То есть вот сайтинга мы проводили исследования, анализировали тысячи продаж и выявили четкие стадии, которые есть. Человек не определился с фатсадным материалом, что ему нужно. Человек определился, что нужен сайдинг, виниловый сайдинг или металлический. Потом он выбирает себе производитель. Потом он определяется с цветом. Потом думает, где приобрести. Потом думает, сам он будет делать монтаж сайдинга или нет. Если не сам, то ищет монтажник. Если нужны какие-то там трубы, вот эти водостоки, он тоже все это дело лично изучает. То есть есть определенный цикл продаж, в который там большинство продаж вкладывается. Под каждый из этих циклов должен быть сделан креатив, своя реклама, которая есть. То есть вот этап не определился с фасадным материалом. То есть вот у него здесь есть три вопроса, три клиентских полей, три проблемы, о которых нужно ему рассказать, донести. Что фасады сайдинга выгоднее штукатурки, выгоднее обшиты в имитации бруса, что он выгоднее отделан антикеративным кирпичом. Потому что под его чек, под его бюджет, он может выбрать в принципе только вот эти конкурентные продукты. То есть нас там не волнует что-то там дорогое, или это недорогой продукт. И вот на каждом шаге у него есть свои проблемы, задачи, которые в голове эти вопросы крутятся. А самое опасное это ставить клиента без продавца, которому не может задать вопросы. Клиент сам себе нам выдумывает много чего, того, чего выдумать не надо. Поэтому в интернете мы все это ему должны дать. Что происходит? То есть в следующий раз, когда у нас Владимир уже нормально настроил рекламу, и после того, как Ефим заходит в пост Яндекса и вводит запрос, что какие материалы выбрать, мы начинаем показывать ему баннеры такого плана. Не продавать, вот могу, впихнуть на купи, а сайдинг или штукатурка, сайдинг там или что-то еще. После этого он переходит в виду на наш сайт, либо я дальше расскажу разные хитрые стратегии, если может на сторонники. Изучает информацию, сравнительные таблицы, инфографики. Что происходит в этот момент, если он заходит на наш сайт? То есть в системах веб-аналитики мы можем схватить его ID, связать это все дело уже непосредственно с рекламными системами, и дальше расскажу как. И в зависимости от того, какие страницы он нас уже посещал, по каким рекламным каналам, как ходил, мы у себя можем фиксировать, что, ого, эту страницу посетил, выполнил эту цель на сайте, значит он эту стадию прошел. Посетил эту страницу, это поиск, эту стадию прошел. Это все элементарно, это хранится в системах веб-аналитики. Ничего уникального, просто этого не делают 99,5% российских компаний. Мы пошли дальше. То есть наш проект-менеджер стал сходить с ума. Почему? Потому что в сезон у нашего клиента столько органического трафика с поисковой системой Яндекс 8 тысяч человек в день. Я не говорю про контекст, про все остальное. То есть он это сайт производителя, который агрегирует весь трафик с Россией и по дейеру в региональном раскидывает заявки. Его задача состояла в том, что использовать разные рекламные каналы нашего менеджера, разные стадии принятия решений, раз в 2-3 дня он должен был все это дело в полуручном режиме интегрировать. То есть он сказал, хорошо, окей. И наши программисты написали вот такую программу, прокладку, которая это все дело сама себе агрегировала. Я вот рассказывал, как это сделали мы сложно, потом расскажу, как это сделать просто самим, особенно когда трафика не так много. То есть все хранится по каждому IT-пользователю информацией со всеми заявками и так далее. Потом это делается по адресу CRM-систему. Ну в данном случае там мамы CRM была у дилеров большинства. В чем сложность? То есть когда у нас есть каждая стадия вот этого клиентского пути, на каждой стадии есть свои вопросы. И здесь вот эта халява не пройдет. Когда мы с вами сделали три баннера и расслабились, здесь рисуются десятки баннеров, здесь пишутся десятки объявлений, десятки страниц. То есть под каждую стадию. То есть вот здесь пример NetWords, Soloway рекламная система, креативы, рекламные сообщения, сколько всего этого было сделано. То есть вот под продажу сайдинга банально. Окей. То есть под каждую стадию рисуется своя посадочная страничка со своими задачами и проблемами, которые есть у клиента. Что происходит? Происходит после того, мы проскочим сейчас больше стадии шагов, то есть Ефим видит, дошел уже до стадии выбора монтажа, изучает все это дело, заходит на страничку, и мы там говорим, слушай, друг, есть отличная рассылка, да, там 10 способов, как там ненаговодство на монтажниках, то есть как они тебя могут обмануть. Он подписывается. И в этот момент мы с вами можем сделать еще очень кривую штуку. Мы берем вот этот вот user.id, который был на сайте, и скрепляем его с email-маркетингом, с его почтовым адресом уже. То есть у нас эти данные есть. И апогей, фишечка всего этого дела, да, у нас, то, что мы с вами можем потом это все еще связать с телефоном, если человек делает заявку. То есть мы получаем полностью всю информацию по нашему клиенту, и мы с вами можем смотреть по всем стадиям, по которым он бегал у нас. Причем это делается, опять же, через интерфейс Google, там многие вещи, я все расскажу тут, через тот же ВКонтакт. Пример рассылки, тридерные рассылки есть, которые автоматом приходят в зависимости от выполненных целей на сайте. То есть это все можно автоматизировать. На больших объемах продаж это очень много снимает проблем. Причем это все можно делать не только классическими баннерами и так далее. Слама вся на YouTube тоже, она все завязана в единую сеть, которая есть у них. То есть тоже можно снимать видео по стадии, если у вас сложный продукт, если нужно что-то объяснить. И все это будет замечательно рассказываться и показываться. Ну вот про то, что я говорил, после звонка уже в компанию, когда он обращается в пулл-центр и говорит «Ребят, мне в Новосибирске нужно купить ссадин. Но я не знаю, какие мне нужны цвета, к примеру». Он говорит «Да, без проблем». Отправляет ему письмо, в котором есть ссылка на подбор цвета, специальная программа, он себе уже выбирает, смотрит, и потом связывается с дилером, которому это цветовое решение готов предоставить. Все, купил. То есть это такая упрощенная схема, понятно, что там все посложнее, там еще дилерская работа очень большая была проделана, но основную идею я хотел бы нести, что на каждом шаге, в каждом канале мы должны использовать свои креативы. Как это все делать? То есть что для этого нужно? Ну, к примеру, по самой дорогой линейке ссайдинга мы конверсию заказа увеличили 87 раз. То есть это дорогой продукт, и на него выделены были бюджеты, и можно было эти креативы проделать. Канадская серия. К чему сейчас весь идет маркетинг в интернете и не в интернете? То есть то, о чем на Западе уже говорят годами, и что наконец-таки у нас это тоже приходит. То есть мы как маркетологи должны забыть, смотреть на клиентов, как на вот эти безличные сегменты. То есть что мы получаем? Вот я тоже исследование получаю европейской, не буду говорить, какой компании исследовательской для наших клиентов, они заплатили 50 тысяч евро, приносят красивый отчет, мы открываем, сегмент такой, это Николай, 43 города из такого российского города, и вот у него такая проблема. Константин, 56 лет, то-то, то-то. Ну и что это такое? То есть это уже ни о чем информация. Сейчас с помощью диджитал технологий мы можем досконально подробно все знать про нашего клиента потенциально, что он делал, как делал. И наша задача маркетологов уже выстраиваться в индивидуальные теморомки, которые сами под них подстраиваются. Если еще 5-6 лет назад это казалось бы полный вредов, сейчас это делается рементированно. Что делать самим? Что для этого нужно? То есть по каким шагам нам с вами нужно пройти? Сейчас мы с вами опять же пробегаемся по алгоритму, в конце будет ссылка на записи кучи вебинаров, все бесплатно, без смс. Вот, сможете самостоятельно это сделать. Что делаем? То есть анализ текущей клиентской базы. Это самое сложное, это то, с чем вы будете заниматься каждые полгода возвращаться к этому. Потому что с первого раза нарисовать правильный портрет, с первого раза нарисовать клиентский путь вы не сможете. Ну, если вам очень привезет. Это факт, и я практически не видел случаев, что прямо идеально сразу же разрисовываешь эту клиентскую ворону. То есть гипотеза проверка. Вот, то есть разбираемся с текущей клиентской базой. Выводим вот эти похожие, корречные там общие сегменты с общими какими-то потребностями. Изучаем конкурентов, что делают они, в каких рекламных каналах, под какой аудиторию они это делают. Отпрашиваем своих клиентов, что они вообще думают. Но мы с вами знаем, что клиенты нам будут говорить не то, что они думают. Они будут говорить то, что считается правильно по их картинному восприятию. Если надо, проводим какие-то исследования. Ну, как я говорил, с записи все это будет прямо пошаговый. Там вебинар про конкурент, наверное, на полтора часа по шагам как делать и все остальное. Следующее. Составляем гипотезу. Первично разрисовываем первый шаг, первую версию вот этого нашего клиентского пути. Как это дело выгодно. Кстати, есть хороший, замечательный сервис. Там он бесплатный. Называется transbookspressure.com Это сервис по рисованию клиентских этих путей вороны стоит 9 долларов в месяц. На одну карту там можно сделать бесплатно. Удобно просто самому это все структурировать, держать. Расписываем, как это дело все выглядит. Следующее. Под каждым из этих шагов дальше мы с вами пробежимся по клиентскому пути еще более подробно. Мы должны собрать те самые, скажем, ключки и те самые рекламные каналы, которые мы будем использовать. То есть под каждый шаг мы подбираем поисковые запросы. Потому что, ну, как бы нам того ни хотелось, контекстная реклама SEO остаются до сих пор одними из самых дешевых, одними из самых доступных и правильных каналов получения клиентов. SEO вообще самый дешевый трафик в перспективе, если грамотно его делать. И продумываем послания, какие мы будем для них использовать. То есть, что за что клиента можно зацепить. Дальше. Под каждую стадию мы должны разработать рейтинг-пейдж свой. То есть, где вот конкретные клиентские боли, проблемы и задачи расписаны. То есть, то, что его волнует. То есть, мы... Маркетинг будущего digital это не одна универсальная страничка, которую нам сделали за 30 тысяч рублей, и она продает всем клиентам на каждой стадии и так далее. Нет, это не работает. То есть, контент должен подстраиваться под клиента. То есть, мы делаем под разной стадии разные страницы. Опять же, для этого не нужно миллиона рублей. Есть тильда, есть куча всяких разных бесплатных сервисов. Ну, вот Wix, например, я не советую использовать. Тильда вперед. Одна из самых адекватных систем на данный момент, чисто недорогих, которая позволяет это делать прям моментально. Следующее. На каждой странице, когда мы с вами проектируем, мы разрабатываем карту целей. То есть, какие будут ключевые показатели эффективности просмотра этой стадии. Посмотрел человек видеоролик, нажал на плюсики, там, да, нажал, дополнительная информация раскрылась какая-то, потрясался на рассылку. Посмотрел там 50% страницы прокрутил и так далее. То есть, вот эти все цели по нашей воронке продаж. То есть, то, что человек должен делать и что является критерием выполнения этой задачи. Это все настраивается. Яндекс.Метрики, Universal Analytics это говорится все с Google Play Manager. Вот важный момент для тех, кто это делает руками, я еще чуть-чуть проматерюсь, пользовательскую переменную в Google Analytics вписываем Client ID для того, чтобы, когда мы потом будем делать интеграцию с email, мы смогли это все дело сопоставить, чтобы у вас не было потерянных контактов. И в каждой рассылке, когда мы уже делаем потом email рассылки, каждому клиенту желательно через генератор присылать уникальные ссылки, чтобы мы потом могли тоже склеивать всю эту информацию. Я расскажу, как это тоже сделать. Значит, что мы можем использовать как базу? То есть, не разрабатывать вот эту вот систему, как сделали мы, вы за основу можете смело брать Google AdWords. Вот, у него есть замечательный инструмент, сегмент рекламы, который напрямую связан как раз с этим целью, с задачами в Universe Analytics. То есть, когда человек попадает на страницу, определенный, совершает определенное целевое действие, автоматом в этой рекламной системе его перекидывают в другой сегмент. Ему начинает показываться другая реклама. Что еще можно использовать из рекламных систем, которые, ну, прямо хорошо тоже работают? Вконтакте. Замечательный Вконтакт, который месяц 4, по-моему, они назад, наконец-таки сделали нормальный ретаргетинг. То есть, если раньше ретаргетинг Вконтакте выглядел как? Мы заливали код на сайт, все, кто на него заходит, куда заходит, попадали в одну базу, смотрел красное, белое, для мальчиков, для девочек, одна реклама. Сейчас там есть куча настроек и условий. Это мощнейший инструмент. То есть, вот эту вот воронку можно и Вконтакте выстроить. Какие бандеры ему показывают, на какую страницу. Зашел человек на ту страницу, он попадает в другой сегмент, и погнали. Окей, и в других рекламных сетях тоже есть похожий функционал. Вопрос просто, насколько хватит рук самостоятельно рулить вот этим всеми потоками и термичным настроек. Окей, это сложный был вариант. Как сделать это в простом формате? Да, то есть, вот простые кейсы, как это используется в жизни, не усложняю то, про что я рассказал. Вот такой классический B2B российская компания продает медицинское оборудование, все происходит через сауну, через личные связи. Вот. Плохо все, не выполняются планы. Директору грустно. Директор хороший, друг и знакомый. Что можно сделать? Денег нет, ничего нет, ну, как всегда, в общем. Вот. Но есть клиентская база, уже там 450 клиник, дорогих достаточно, там, по России, которые у нас уже это оборудование покупали. Ну, чего сделали? То есть, сделали вот простой, совершенный вариант. То есть, каждого клиента выписали, создали для каждого клиента уникальную вот эту UTM-метку, ссылку, уникальную ссылку, помните, отправили рассылку. То есть, каждый менеджер клиенту, ну, якобы уникально, отправил письмо. Что случилось дальше? Клиент по этой сцене в письме перешел на сайт, и мы зафиксировали систему веб-аналитике в юзер ради этого клиента. И потом мы стали отслеживать, а что он на сайте смотрел, какую продукцию он изучал. То есть, мы загоняли людей по акции и говорили, что вот, там акции до 40% скидки на разные типы оборудования, и самые годовые ставили туда. Потом мы смотрели, что он изучал. Что он изучал, изучал, смотрел, и у каждого менеджера по продажам была такая карта, по сути, чем интересовался клиент. Дальше это выглядел, каким образом. На следующий день менеджер случайно звонил клиенту, узнал, как дела, и аккуратно начинал звонить разговор о том, что у нас вот таксы, вы там случайно не в курсе, не получали никаких писем и так далее. Две продажи. Две продажи из 400, вот этих, вот 50, там, 420 клиентов, сколько там у них есть. Письма открыл, у нас всего лишь 80 человек, и это случилось после того, как еще по телефону прозвали, и говорили, слушайте, вам письмо пришло, посмотрите, пожалуйста, изучите. Ну, это привело для продажи, одну сразу и одну отложено в течение полутора месяца. То есть, вот это опять же, как можно повлиять на принятие решения клиента автоматизировать. Окей, сам клиентский вот этот путь, как это выглядит и какие инструменты на каждом шаге мы с вами можем использовать. Значит, первый шаг, шаг формирования потребности. То есть, что мы должны сделать на этом шаге? Наша основная задача, как макетологов, пасить зерно клиенту в голову, чтобы он задумался о том, что ему надо что-то изменить в жизни. Вот на этой стаде находятся люди, которые живут без какого-то продукта и у них есть проблема, они знают, что проблема есть, но они думают, что ее решать не надо. То есть, живет он, теперь живет и все нормально. но мы должны сделать так, чтобы он задумался, что оп, эта проблема, ее надо решить. Или же у человека есть продукт, а есть продукт-заменитель, но объективно он лучше, современнее, удобнее, дешевле. И наша задача сделать так, чтобы он задумался о том, что надо с этой платформы перейти на эту платформу. То есть, мы используем здесь инструменты широкого охвата. Основной кипяя здесь охват, вот именно на этом этапе, наверх. И что здесь для этого используется? Ну, традиционно, всевозможные спецпроекты, желательно, конечно, таргетированы под свою аудиторию. Или где можно как-то таргетироваться. Здесь, например, хаброхабро.ру, сообщество айтишников. И строковая компания InTouch, они прям проводили акцию, такую, забыкать свою жизнь. Да, там, застрахуй свою жизнь. А что делать, если авария? Что делать то? Или Альфа-банк на декабре проводил мобильный банкинг для айтишников. В чем плюс? Если ты физик, ядерщик, если у тебя есть жена, ты можешь следить, куда она тратит деньги. И прочее, прочее, прочее. То есть, вот конкретно, широкий охват. Цель привлечь внимание к этому продукту. Следующая история, конкурсы. Я скептически относился к этим инструментам, пока мы у самих, сколько, четыре года назад не открылся в свой центр нового обучения. Оказалось, что это мощный инструмент, который позволяет привлекать людей, которые про тебя вообще совершенно не знали. и по крайней мере, даже если они не покупают в первый раз, они подписываются и становятся клиентами постов. Это, конечно, вирусный маркетинг, та штука, которую в России практически никто делать не умеет. Умеют однозначно делать ребята от компании Сметана. Я думаю, это пролик все видели, да, с горячим хомяком. За четыре дня продали 12 тысяч хомяков. То есть продукты, которые, совершенно китайские, бестолковые продукты, которые никто никогда не знал, но за четыре дня из 5 ретейл-групп продали 12 тысяч хомяков. Эти хомяки продавались потом, всех интернет-магазинов их скупили за две недели. Они продавались в переходах в метров, в электричках, в автобусах, на станции. То есть ребята создали тренд. Да, то есть смешные видеоролики. Создали, сформировали спрос. Тесты. Вот эта штука очень круто работает, если у вас экспертная аудитория клиента или какие-то B2C-шные дорогие штуки. То есть это вот кейс наш, конкретно опять же нашего центра онлайн-обучения, что мы используем. У нас есть программа в Берландском институте маркетинга и там есть экзаменационные вопросы тестирования. Мы выбираем 10 вопросов, типовых вопросов из экзаменов, которые есть. И мы рекламируем, что вот пройдет тестирование, проверь какой-то крутой маркетолог. Но объективно, кто-нибудь вспомнит у нас эту формулу как эластичность спроса почитать. Ну я не помню сейчас, я не могу сказать. И никто не может это сделать, да? Кто-то не занимается, каждый день. Вот. Но человек проходит, он отвечает на вопросы, на какие-то вещи он ответить не может, это нормально совершенно. И отвечает на 5 вопросов из 10. За ним потом ходит баннер и говорит, слушай, вот бесплатный контент у тебя учебный, пройди бесплатно, прочитай эту книгу или этот видеокурс, что-то еще. То есть мы говорим человеку, слушай, ну у тебя провал, как бы друг, тебе надо чуть-чуть прокачаться, но мы не продаем. На этой стаде никаких продаж быть не должно. Мы помогаем клиентам. Комаркетинг, партнерский маркетинг мощнейший инструмент, по эффективности один из самых лучших, которые есть на этой стаде. Когда вы работаете с компанией, у которых есть ваши клиенты, у вас есть их клиенты, вы совместно проводите вебинары, email-рассылки, ну не в формате там по одному письму каждый по своей базе послал, а серия должна быть 3-4 письма, хотя бы каких-то. Конференции, прочее, прочее. То есть это совершенно нормальная мощная штука. Вы поразводите пластиковые окна, дружите с теми, кто делает трое ставное. И наоборот. Это высший пилотаж. Это когда уже сделано вообще все, что только можно было сделать. И этот подход на разной стадии работает. Это разработка своего информационного портала и блога. Ну вот в кейс нашего клиента, компания, которая производит сайтинг, уже, как я сказал, весь SEO-трафик основной вытягивается и стали думать, а как же нам у конкурентов кусочек-то отгрызгать. Напрямую в блог, продвигаться в директе по запросу конкурентов, ну, некрасиво, свои тысячи намного пожаловаться и так далее, и так далее. Но есть правильный способ. Долгий, но правильный. Делается сайт, на котором создается каталог всех производителей, которые существуют в природе. В каждом производителе есть каталог его продукции по названию полностью. То есть, такой агрегатор всех продуктов. Собирается информационные статьи со всей тематикой. Как отделать дом, что сделать нам и так далее. И уникальный контент, хорошая структура, чисто SEO-шный проект, но с хорошим контентом, самое главное. И он начинает собирать поисковый трафик. Что происходит дальше? То есть, люди, которые приходят на общий информационный запрос, это, ну, чем отделать дом, условно. Мы их запихиваем в один сегмент рекламы и начинаем прокачивать. Тем, что сайтинг, это клевая штука, это выгодно, экономно, это гарантия от 30 до 50 лет производителей в России и всяких разных. Это круто. А вот если сегмент аудитории, которая заходит на сайт, приходит на конкурентный продукт какой-то, да вот здесь уже другая стратегия, но на следующем шаге у нас идет, само собой. Это работа с тем, что надо рассказать, слушай, а вот еще есть такой замечательный продукт, изучи, обрати внимание. А вот он от этого лучше этим отличается. То есть сравнить, и сравнить уже по этим продуктам. Но ни в коем случае не поевать конкуренты грязью. Ни в коем случае. Только метины, данные и факты. История, которая очень круто работает с точки зрения вот такого контент-маркетинга, это встраивание таких кейсов, ситуаций, случаев из жизни небольших, как это было, как это случилось и как эта проблема решилась. Рассчитано на то, чтобы человек прочитал там эту статью, какую-нибудь общую аналитическую статью про рынку автозапчастей в России. Вот. Человек, который писал про эту статью, сказал, ну вот у меня у самого есть магазин продажи автозапчастей. И пока я вот себе не установил систему автоматизации продажи автозапчастей, автозапчасти 5.0 версии 12.8, у меня бизнес не улучшился. И дальше он аналитические данные рассказывает. То есть у человека в голове хоп, щелкает, слушай, у меня же тоже проблемы с автоматизацией продаж. Чего с этим нужно делать? Окей. Следующий шаг. Ну, понятно, что я далеко не все инструменты перечисляю, которые можно здесь использовать. Иначе нам в трех часов не хватит на это. Поиск решений. У меня такие самые сочные, самые интересные. То есть здесь человек осознал, говорит, да, у меня есть проблема, да, у меня есть задача, мне ее надо решить. Но я человек разумный, я хочу сначала понять вообще, а что мне нужно. То есть я не побегу там что-то покупать, там, фильмыка. Мне нужно понять, какой камяг мне нужен. Вот. И наша задача на этом шаге человеку помочь. Показать экспертность, дать ответ, получить контакт, не заниматься продажами. Вообще, я не знаю, я и делал такого подхода, людям ничего продавать не надо. Ты, как хороший макетолог, должен выстроить входящий поток заявок. Да, то есть, по классике маркетинга мы можем пуш клиентов запихивать в воронку продаж, купить скорее, и можем делать пуш, чтобы клиент сам приходил. Я сторонник второго подхода. И первый, второй, равносильно работать примеров этого множества. И в миксе работают они тоже очень неплохо. Значит, кто здесь очень круто работает на этом шаге, особенно, если мы берем B2B. Очень круто работать в исследовании. Когда сидит человек, другой, как эта компания, ему нужно купить какое-нибудь оборудование сложное. Он это никогда не делал. Куда он пойдет? Что он будет делать? Это вот как многие из вас старые подрядчики по типу выбирают. Будьте леважен, рейтинг рунета, где-то смотрят и изучают. И здесь та же самая история. Это мощный инструмент, работает очень круто. Это пример нашего кейса, как агентство. Мы делали исследование для ассоциации лизинговых компаний и получили двух клиентов. То есть, от одного после презентации, второй спустя два года пришел на исследование в интернете. Примеров много по нашим клиентам эта история. Это контент-маркетинг во всем хорошем смысле понимания. создание и распространение бесплатного обучающего контента. Ну, либо развлекающего, если у нас FMCG товара, там, B2C. То есть, статьи, книги, проводим вебинары, видео, методички, формате, как сделать, что выбрать, чем отличается этот продукт от этого, и так далее. То есть, мы занимаемся обучением клиентов. И в чем здесь плюс? То есть, это, знаете, как неизведанная земля. На Филиппины первые христиане приплыли, и они стали христианами. И они говорят, что вот христианство это правильно, круто. А в Малайзии мусульмане добрать первые. И они говорят, что ислам это круто, короче. То есть, здесь вот та же самая история. До какого первого клиента вы доберетесь, то есть, тот с большей долей вероятности примет вашу идеологию, вашу религию и ваш подход. И он будет говорить, что вот это правильно, а это неправильно. Ну, два дня назад вернулся с зимовки в Вьетнаме, у меня там есть товарищи в Красноярске, у меня несколько своих бизнесов. Вот. И мы с ним познакомились как-то год 2-3 назад. Я был на конференции тоже, там мы познакомились, потом в Вьетнаме с вами, забавная история. Вот, но не суть. И он проходил фри, обучение во фри, вот этот вот стартап, вот эта вся вот эта история. И вот у нас, у меня с ним постоянно дискуссия возникает, я говорю, слушай, надо делать вот так, так и вот так. Здесь он говорит, ну, не, не, нас во фри по-другому учили, надо делать вот так. Вот, то есть видите, какую школу и какие стандарты мы задаем своим клиентам, так они будут дальше жить. Следующий инструмент, это выстраивание всех классических точек контакта, я сейчас здесь углубляться не буду, вы и так все это замечательно знаете по всем инструментам. Это имейл-рассылки свои, это группа в социальных сетях, это канал на YouTube, это канал на слайдшере, куда у презентации выкладываются свои, которые сейчас заблокированы Роскомнадзору, Слава Роскомнадзору, профильные порталы и так далее, да, то есть все, где мы можем зацепить клиента. Рассылка, оставил имейл, социальные сети, подписался на профиль, на YouTube, подписался с профилем, в слайдшер подписался тоже, порталы подписался на вашу колонку, на RSS, то есть где мы можем зацепиться за клиента. Здесь мы не занимаемся продажами опять ни в коем случае, это категорически запрещено, это нельзя делать, здесь мы даем полезный контент. Клиент ушел с сайта и мы ему показываем информацию, слушай друг, ты на сайте вебинар.ру был, да вот скачай методичку бесплатно, на 100% вебинар, который есть, что нужно сделать тебе, кто это будет скачивать, вот инструмент, ну по инициативе опять же информации, я знаю, четвертого директора по маркетингу подряд этого сервиса, работает великолепно, потому что эту методичку будет скачивать либо тот, кто собирается вести вебинар, либо тот, кто их уже ведет. Левый человек, мне клиент перескачивать не будет. Даем полезный контент, а там понятно в методичке все примеры с интерфейсами вебинару, просто сделать вебинар, просто сделать это, и это все ясно и понятно. А это как в свое время проходить курское мэрл-маркетинг в компании Unisender, где все рассказывается, как в Unisender это все дело настроить. То есть это тоже контент-маркетинг, они обещают, нормально все, все круто, все работает, но понятно, например, своего продукта дает. И инструменты из предыдущего шага, те же самые, охватные всякие мероприятия, партнерский маркетинг, собственные инфоресурсы. Следующий шаг, клиент у нас зреет уже, все, начинает уже обливаться, такой, я думаю, так, ну все, хорошо, я понял, да, это мне нужно, хочу конкретно этот продукт. На этом-то шаге клиент еще в этапе поиска решений, он еще носится между товарами-заменителями, да, то есть не обязательно буквально вашими прямыми конкурентами. Это могут быть вообще другие конкуренты, да, ваша, там, в другой отрасли. В этом вот FMCG, да, вот это последний мидер перед кассой, что же, наверное, купить, жвачки, киндер-сюрприз, дочки там, или презервативы, да, надо побороться за это. Вот, сбор информации, то есть все, он сказал, я хочу себе купить вот это, я сейчас буду определяться, а кто мне эти услуги или товар предоставит. Ну, погнали. Основная вот здесь боль, которая есть у всех, это ужасный сайт. Да, то есть мы здесь должны продумать сайт, качественный контент, продумать, опять же, поведение на сайте, отображение УТП, каждая страничка должна быть как посадочник, грамотная верстка, мобильная версия уже это обязательный фактор сейчас, да, там, с точки зрения SEO и просмотра и так далее. Видеоролики, то есть полностью сайт должен вызывать у клиента уважение, радость, и он должен находить на сайте ответы, которые его волнувки интересуют. Работа с конкурентным трафиком. Ну, можно, говорите, в лобу, как бы запрос AMA CRM BITREX 24 продвигается, в контексте. А можно делать тоже всякие разные эти порталы и собирать нормально, не порт себя сильно карму в конкурентные запросы. Так же. Другой вариант не продавать, а обучать, да, то есть это достаточно интересная механика, обнаружили мы совершенно случайно, когда делали анализы для одного из наших клиентов конкурентной, и вот человек, кому принадлежит этот проект, даже на одной из конференций выступал мой коллега, он сказал, да, это очень клево, и говорит, это работает у меня, это один из основных таких каналов, которые есть, которые помогают развиваться. Не главный, но интересный подход. То есть, как сделано, что делает вот этот вот Алексей Анатольевич, директор ООО Экология Центр? Тематика септики, вот эти загородные туалеты, все, что с ними связано. Когда мы заходим в Google, в Яндекс мы с вами увидим пачку объявлений купить септики, недорого, с доставкой, бла-бла-бла, подарок iPhone, ну, как положено, то есть, как Агилл и вас научил, строчка предложения, боль, усиление боли, решение проблемы, дополнительный кусочек сахара, борусь, и вот все эти объявления так и не одинаково выглядят. Там три формулы всего лишь есть, как эти объявления делать. Ну вот, он пошел по-другому. Он написал, не покупайте септики, пока не узнаете, как вас могут обмануть. Или пять способов, как вас обманут продавцы септиков. Вот, заходишь к нему на эту страничку, сайт, вот это вот, как она выглядит, здесь еще форма подписки только сниму, все. То есть, там никакого дизайна, ничего нет. Имейл, имя свое, все, и тебе приходит серия из пяти писем, да, там, как продать воздух по цене септиков, канализация без откачки, миф или реальность, как продается получать левую прибыль. То есть, он реально рассказывает изнамку рынка. Человеку, который собирается ложить эти деньги, купить, он это дело рассказывает. Это уже шестое письмо, когда уже с человеком были касания, когда он уже уважает и относится доверительно к этому Алексею Анатольевичу, Алексей Анатольевич говорит, слушай, ну и у меня с этих это можно купить, в принципе, без проблем. Или проконсультируйся, обращайся, проконсультируйся, устно тебя расскажем, да, вот такой тоже высший датаж уже, который очень неплохо у нас используется с девелоперами, особенно по коммерческой недвижимости. Что происходит? Есть у девелопера 3-4 объекта, которые в Кризис очень хорошо, допустим, продаются. Что делается? Делается на профильном портале авторитетном статья обзора экспорта, который говорит топ-5 лучших объектов для инвестиций в 2017 году. Вот, в этих 4 объекта принадлежат этому девелоперу. 5-й так, чтобы не сказали, чтобы все куплено. Вот. И реклама, контекстная реклама ведет не на сайт компании-застройщика, кого-то еще, а контекстная реклама ведет на эту статью, на эту площадку, заголовком лучшие застройщики, объекты, куда можно инвестировать деньги и так далее. Это нормальная история, потому что многие реально информационные порталы действительно делают контекстную рекламу и нагоняют себе трафик. И человек уже приходит, он видит как бы не аффилированное что-то мнение, ну как он думает, вот, и получает эту информацию. То есть, пример, как все это делается и высший пилотаж, когда у вас действительно классный продукт, на вас есть хорошие отзывы, не надо еще изобретать. мы просто начинаем начинаем гнать трафик на сторонние ресурсы, где про вас хорошее упоминание, хороший кейс, аж рассмотрим, что-то еще. То есть, если бы я был компанией Альфоремик, то я бы на блог, то я бы товарища финансиста, который нашел, гнал бы трафик пачками, да, потому что он там на первом месте, там 4,5 звездочек, там куча преимуществ, там все отлично, все замечательно. И еще важный момент, работа в дни сезона. Вот это то, где мы традиционно расслабляемся. Ну, у нас как, да, с вами в России? Работаем сколько там? 4-5 месяцев в году. Зимой не работаем, летом не работаем, весна и осень. Вот. И весна тоже там, а не в счет, там и сентябрь, дети в школу идут, как-то и не до этого все. Вот. И в этот момент все расслабляются. Но что, что мы с вами имеем? Тематика такая вот, я не знаю, кто-нибудь едет из загородного строительства, кто-то работает с клиентами, нет? Я просто в маркетинг пришел в начале 2000-х вот из стройки, я подумал, что в сапогах ходить как-то не клево, ну, по грязным стройплощадкам, но он носить в офисе стекла. Вот. Основная проблема, которую, я еще просто приведу пример, может это на ваш бизнес посмотрите, перекладывается. Основная проблема такова, что большинство владельцев собственников компании и неопытные маркетологи считают, что сезон, когда нужно искать клиентов, начинается в марте-апреле месяце, ну, час. Вот, погода начала сходить, клиентов надо искать. Это грубейшая ошибка. Сезон начинается 10 января, когда все вышли из запоя. Да? Клиент, у кого есть деньги, тот, который летом хочет, чтобы уже шло строительство, и следующий Новый год он хочет встречать в своем доме, у которого есть деньги, самый сладкий клиент, он в январе, 15-20 числа уже начинает ездить по компаниям искать. То есть он ищет проектировщиков, он ищет подрядчиков-строителей, для того, чтобы уже за февраль начать делать проект инженерное изыскание, для того, чтобы в эту погоду уже пошел нулевой цикл работы с землей и вся остальная штука, чтобы уже смета все было на руках. Так вот, нормальный рынок занимается рекламой в январе и феврале, поджимает себе клиент, а ненормальный потом бегает в апреле-май борется с этими бешеной ставками в Яндекс.Директе. Материат, что маркетологи в сети Яндекс.Директе плохие, вообще все плохие и все плохо. Ну, надо просто подумать чуть-чуть. По моей статистике, у меня тоже есть проект по загородным домам всех с начала двухтысячных. То есть, ну, реально процентов 45 заявок за год приходит за первые полтора месяца. Кризис сдвинулся, этот цикл. Ну, 14-15 год, на месяц, на два сдвинулся. До декабря наема, люди трек пристегают. Еще раньше. Еще раньше. Ну, вот, да. Вот, я говорю, у меня информация, по моему, опыт, у нас, там, год 2000, это пятый, седьмой. Вот, так проект в аренду сдал, и не знаю, что-то происходит, получают деньги, и не парюсь. Так, и традиционные рекламные инструменты, которых я касаться не буду, про это тоже все у нас говорят. Здесь уже у нас спрос сформирован. Здесь запросы купить продукт, продать продукт, заказать услугу, то есть, это SEO-продвижение, контекстная реклама, медитка, RTP, таргетинг, и так далее, и так далее. То есть, это элемент директивный прямой рекламы. И email-рассылки с предложением уже купить. То есть, здесь мы не стесняемся и говорим, как бы что, подумай об этом. И прогрев по текущим точкам контакта. То есть, если на предыдущих шагах мы с вами набрали народу в социальные сети, загнали в email-рассылки, базу ретаргетинга, телефон есть, то есть, прозлоны, колл-сенды, вебинары, полезный контент генеринг. Все это информация выдаем. И вот здесь уже клиент все, в какой-то стадии он уже прогревался, такой серьезный уже, налился, говорит, ну давайте, кто меня первый сольет в светочке. А здесь он начинает уже финально, он посмотрел компанию, которая есть, и он начинает окончательно изучать продукт. Ну это такая, она смешанная стадия зачастую многих. Чтобы принять решение, уже кого все-таки в итоге выбрать. Здесь, вот, уже мы не играем в обязанности, там, скачай книжку, что-то еще. Здесь уже задача хватать за руку, и говорит, пора покупать. То есть, здесь четко продуманная посадочная страница, конкретно уже с продуктом и с товаром, где описаны все преимущества, все, что только можно, чтобы донести до клиента то, насколько вы крутые, замечательные, уникальные. Если это сложный продукт, если что-то дорогое, показать процесс использования, особенно если это какой-то уникальный, необычный продукт, чтобы клиент прожил использованный этим продуктом, как это будет выглядеть, как там зимой на этих кайросанях будут кататься, летом, как по болоту, как по снегу, и так далее. Отзывы реальных клиентов. То есть, здесь доверительный элемент. Отзывы реальных клиентов. Слово реальных, самое главное, да, здесь в этом? Вот, очень многие любят размещать тех клиентов, которых у них не было. Фотографии своих сотрудников офисов, производства там и так далее. То есть, все, что вызывает клиента доверие, он понимает, что это реальная компания. Если есть возможность дать ваш продукт, протестировать, это, наверное, вообще великолепно. Для универсов подходит, для машинок, для квартир, недвижки, опять же, пригнать, собственно говоря, клиента пригласить в шоу-рум, куда-то провести, по квартирам показать, посмотреть, как все это дело работает. У меня знакомый один был, который продавал поддержанные американские автомобили, и он делал такую штуку. Вот человек приезжал посмотреть машину, и он прям отдавал документы, ключи, говорит, нам, надень, покатайся. Он говорит, ну, я просто хочу здесь прокатиться. Он говорит, нет, ты надень, бери, катайся и привози. Я говорю, слушай, Серега разобьет же ведь, ну, по моей статистике, все нормально будет, говорит, да, то есть, за все время, там, за 2-3 года, у меня там один раз такой случай был, но конверсия в продаже значительно выше. Человек уже сел в машину и уехал, и она уже, как бы, его для себя ассоциирует. Я в нем так не купил, конечно, машину. Вот. Да, ну, такая тема, то есть, если продукт хороший, крутой, и он попадает в цель клиента, ну, дайте потестировать, это нормально. Вот, цена, осталось 2 штуки, вперед. И ретаргетинг. Здесь уже у нас ретаргетинг не за контент. Здесь ретаргетинг у нас уже добивающий. Да, пришел человек на продукт, посмотрел, не купил, мы за ним бегаем с баллами, мы говорим, слушай, айфон, промо-код, там, айфон, 7s, он тебе даст скидку, там, 2000 рублей, правда, и сейчас. То есть, ну, придумаю, как, как все это дело можно довести. Ну, скидки не самый лучший вариант, конечно зачастую, но в некоторых тематиях это можно использовать. И вот казалось бы, то есть уже все выдохнули, продали, не, это тоже одна из основных ошибок нашего отечественного бизнеса и маркетологов. То есть, у нас маркетолог работает вот на этой стадии зачастую. Этап сбора информации, рекламные инструменты, показать, какой хороший продукт и там, закинуть заявку в продажу, чтобы они нажали. Вот, этим практически никто не занимается и вот то, что дальше происходит, тоже очень плохо все быстро. То есть, здесь у нас получается такая тройная вилка, первая вилка, то есть, тех, кому мы не продали, то есть, нужно думать, что с ними делать, как нам все-таки попытаться продать. Тех, кому продали, они делятся в свою очередь на две половины, те, кто довольны, те, кто недовольны. Вот, и соответственно, от них нужно успокоить, вот, решить их проблему. Ну, все компании ошибаются, идеальной компании не бывает, ни одной. Я, знаете, когда на конференциях слышу рассказы там, моих коллег, которые говорят, вот у нас там 100% инвесториумов с клиентами, да мы никогда не ошибались, да мы клиентский бюджет ни разу не полили. Все, можно не слушать уже. Ну, это ложь. Ну, все ошибаются, все косячат. Окей, что здесь круто работает? То есть, клиентские клубы, это работает прямо на ура. То есть, у нас вот свой центр тоже онлайн-обучения, и благодаря тому, что есть вот закрытая группа в Фрисбуке, народ общается, народ видит, какой контент есть на других учебных программах, они потихонече туда переходят. И опять же, обменятся опытом. Один из крутейших клиентских клубов, на мой взгляд, который сейчас вот интеграция уфлайн-онлайн сделана, это у Альфа-банка. Они вообще умнички. Следующее. Та аудитория, которая не купила у нас. То есть, здесь нельзя останавливаться и вот вычеркивать их, то, что СССР обычно делал. То есть, не купил, окей, в отдельный сегмент вынесли в email-рассылку, в отдельный сегмент для ретаргетинга и работаем. То есть, мы выделили бюджет, условно говоря, на каждого клиента мы готовы потратить еще там 150 рублей. И этот бюджет надо тогда посмотреть, может получится кого-то добить. Ну и работа с негативом, как бы, да, то есть, это совершенно нормальная история и устраивается процесс работы там с системами по поиску негатива, по отработке должны быть скрипты расписаны с разными площадками, как это делается. Маленький совет и кейс от нас, по одному из наших клиентов, старых и крупных, как мы на 70% поток негатива в интернете сократили. Мы сделали такую штуку. Мы банально на сайте разместили окно жалоб в предложении, мы это называли, снизу сайта. То есть, это крупный производитель, у него более 3000 торговых точек по России и собственных и тигрских. Ну и понятно, что косяков много. Как-то, да? И потом уже стало происходить так, что 70% негатива, которые есть, они ушли просто на эту форму. Люди что делают? Они сначала на сайт производителя заходят, они не находят этой формы и они оттуда убегают. Но мы эту проблему решили. Это очень круто. просто и ты работаешь нормально. Ну и до продажи и совместной продажи с товаром. То есть, это уже понятная история. Когда клиент уже готов купить, купил, доверяет нам, все это нормально. Вот. И важный момент. Работа с отзывами не по поиску негатива, а по формированию хороших, положительных отзывов. Это сложный, это щадский труд. Чтобы реальный отзыв разместили, 50-60% отзывов в интернете они все куплены и написаны за деньги. Настоящие. Это общеизвестная статистика в агентстве в особенности. Вот. Но есть механики, как можно это делать. То есть, мы с вами собираем ядекс сегодня название своей компании, слово отзывы, составляем список из первых 25-30 ресурсов. И когда клиент приобретает товар, услугу, ну это опять же не для всех рынков, конечно, подходит. и вот он сейчас их удоволен на национальной подъеме, все устроилось, все хорошо, да. Слушай, оставьте пару остылзов на этом сайте, вот он инструкция, как это сделать. Ну, из 10 человек там человек 2-3 это сделать. Ну, из тех, кто скажет, что да, ставит. Вот. Вот, Постепенно, полномерно ставим в ТПИ, и за 2-3-4 года работы в вашей компании будет собран очень хороший, позитивный фонд в интернете. Окей, и последний шаг, если ваша бизнес-модель подразвивает, получить высшую благодарность от клиентов, получить новых клиентов, рекомендации. Здесь продумываем всякие разные механики, через соцсети, через email, через сайт, через личные кабинеты, для того, чтобы человек порекомендовал, отправил контакты и так далее. И партнерская программа, да, то есть, если есть пользователь вашего продукта, и он ему очень нравится, он им пользуется, слушай, ну это лучший продавец, он знает наш продукт, он его любит, и у него есть клиенты, которые верят этому продавцу. Что обычно говорят вот эти вот ребята, которые в MLM бизнесе? Они говорят, кому идти продавать? Друзья, родным и близким, в первую очередь, да, там не улица, но с до метро, а тем, кого ты знаешь, те, кто тебе доверяет. Потому что это просто продать. То есть, и вот здесь партнерская программа настраивается очень-очень хорошо работает, зная немало бизнесов, которые реально живут только за счет этого. Окей, понятно, что это далеко не все инструменты, подходы, которые у нас с вами есть. Во времени надо было в это все дело как-то вложиться, и гораздо больше. Могу сказать, что слайд этот забыл добавить. В ноябре 2016 года была конференция в Берлибе. Не помню название точно. В общем, суть какая? Суть в том, что директивно прямая реклама практически уже не работает. Вот такая в лоб. Да, то есть, поколение Y, например, они вообще не воспринимают прямую рекламу. Вот в лоб сказать, слушай, купи это, засмеют. То есть, это не нужно. То есть, там другие подходы, там только нативная реклама, только контент-маркетинг, только обучение, только развлечение. 25% мобильной рекламы, если не ошибаюсь, боты, как бы, да, процентов, там, 10-12 вообще бюджетов общей наработки рекламы тоже боты уходит. Просмотры видеороликов, там, первые превью, вот эти рекламы, там, никто не досматривает ничего. То есть, вот именно реклама, как таковая прямая, она не работает, и наша, ну, перестает работать в таком классическом, знаете, кандаловом стиле, как раньше, влог рекламы запускали. То есть, наша задача продумывать за клиента, все его точки контакта, все его взаимодействия, автоматизировать это делать, и давать ему полезный, нужный контент. Тогда нам будет счастье. Окей, подробно, вот прям по каждому шагу, что мы с вами говорили, у нас есть запись за последние 4 года всяких разных наших вебинаров, конференций, так далее, по этой ссылке сможете зарегистрироваться, получить все эти видеоролики, и там прям по шагу говорит по конкурентному анализу, как это сделано, сегментация, и по разным рекламным каналам, как аналитика устраивается, разные прочие-прочие штуки. Вот, за час я вам это рассказать все равно не успею. Мы уложились во время. Супер, могу уже начинать читать. Да, контакты есть здесь, мои, мне можно задать вопросы быстрее всего в Facebook, хоть у меня там 5000 друзей, но я через этот мессенджер получаю уведомление и отвечаю. Вопросы? Очень продуктивно. Порой же, бежит, бежит, он будет дальше говорить, надо бежать. У меня просто первое выступление живое в этом году. И мне надо было выговорить, что это случилось. Да, да, да. Тебе, а можно вопрос, если это сложный B2B продукт, лучше? Примерно, какой там есть? Ну, СААС-сервис для больших потребителей. Чего, чего там, куда, как загонять, да? Ну, да. Здесь, смотрите, классическая история, которая здесь у нас работает по СААСу, то есть это все, что связано, во-первых, с контент-маркетингом, то есть это вот вебинар, статьи, white paper, методички. Я так понимаю, аудитория там разнородная, скорее всего, там есть и айтишники какие-нибудь, там, директора. Да, ну, скорее, маркетологи и айтишники. Ага, да, то есть подник свой контент, опять же. Вот, то есть создавать контент в магнитке, на котором не оставляет контакт. Вот, если у вас предусмотрен вариант, давать погонять ваш сервис в каком-то формате, пытаться загнать их туда, если вы совершите, то это совершите сделать. Да, успешный кейс, очень кого-то работает. Все, прямо бобить, как все это делают. Ну вот, ну, рассылки, рассылки, то есть это вот по СААСу, насколько я знаю, 5 коллег с разных сервисов. Это вот один из мощнейших инструментов. Он позволяет то, что их будите. Ну, а так понятно, что контекст, SEO, но здесь вот именно вся цепочка, это B2B. То есть у нас, у самих агентств, у нас нет исходящих заявок, у нас только входящий поток, только вот за счет полноценного контент-макетинга. Мы к этому шли очень много лет, но директор говорит, такое счастье мне, что, что клиент у нас ищет, а не мы их ищем. Вот, это, ну, как-то святая миссия и цель каждого руководителя. Вот, как это так. Мы там, контент-маркетинг вам в помощь? Вот это все, все, что с ним связано. Там вебинар есть, там подробно все инструменты, чего-чего. Просто вудрию. Окей, хорошо. Еще вопросы? А вы сами контент вообще? Вот, если у вас клиенты приходят, то есть вижу, что-то в другие работаете. Правильно? Ну, в основном, да. Ну, если, соответственно, самостоятельно не разбирается. Конечно, мы не можем. А клиент, соответственно, не умеет писать, как правило. Ну, да. Это, значит, это боль. Это реально боль. Как мы ее решаем? То есть боль, если тема более-менее понятна, ну, более-менее. То есть это этап долгих согласований и операций. Как это все выглядит? То есть клиент по скайпу или в живую на диктофон что-то рассказали, какой-то полезный контент эксперту дали, транскрибировали, написали статью, эксперт сказал, что статья PIV, взял, сказал вот это, вот это, вот это, исправить, исправить, сказал, что статья PIV, исправили еще это, ну, с пятой, шестой операции сделал. Ну, на статье уходит в средние две-три недели. Это если повезет, как бы, да, это если нормально. Другой вариант, когда контенту нужно много, качественно профессионального, мы принимаем копирайтер-штаб клиентов, специалистов. То есть у нас был опыт, но он как и положительный, так и отрицательный был. С этой историей, то есть берется человек с этой отрасли, которая, ну, у нас там была тема там с какими-то совсем эксклюзивными продуктами, с техникой, то есть специалистов там реально мало. Ну, вот удалось найти там какого-то профессора института бывшего, преподавателя, который в этом шарил и умел писать. Ну, вот тоже, наверное, ну, это будет, что-то реально будет. Еще? Третий вопрос на дорожку. Ладно, пойдет запросов. Ладно, хорошо, давайте я вас не смею задерживать, у вас сейчас перерыв, я так понимаю, да, просто писать на... Две минуты я вам еще добавлю, как перерыв. Отдыхайте, хорошие всем благотворные завершающиеся недели, успехов, и делайте хороший маркетинг, делайте с ним у ваших студентов всегда. Спасибо. Нет, я поеду в офис ЦИБР, да, я в 9-й месяц, что Андрей Дорфик пошел на обед, потом тоже поедешь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...